Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на канале обзоры ресторанов, и это последнее видео в этом году. Доброй традицией стало заканчивать год обзорами уютных питерских заведений. Не будем изменять традиции, мы отправимся в Питер, в новый ресторан Алексея Грилякова и Дениса Миронова, ТАП-22. Их бар никуда не делался, просто ребята растут и развиваются. Но перед тем, как мы поедем, напоминаю, что вчера на основном канале вышел фильм о моем музее еды. Колоссальной коллекции, которая каждый выпуск радует ваш глаз. И по самым скромным оценкам стоит около полумиллиона рублей. И, кстати, там я объявил розыгрыш классного приза, так что после этого обзора бегом по ссылке в описании. А лайк можно поставить прямо сейчас, мне будет приятно. Здесь, в отличие от бара, посвободнее, поуютнее много пространства, высокие потолки. И, знаете, как дома. Но стол качается. Понятно, что во многих заведениях хочется сесть и уже основательно. Тут приходится как-то выбирать положение, чтобы не шаталось. А вот стулья прямо с классной спинкой, как будто тебя укутывают, обволакивают. Сел и вот просто врос. И, конечно, перенос, уровень бог. Альтернативная карбонара. Начинается описание здесь и заканчивается в другом столбце. И, что особенно приятно, это цены. Брускетта 300 рублей, 320. В центре Питера могло стоить 400. И, слово бы, никто не сказал. Брускетта с лангустинами 360. Супы 390. Основные блюда 500, 600. Дороже 720. Я ничего не вижу. Естественно, перед обзором я изучил презентацию меню от Дениса и выявил для себя несколько позиций, которые точно хочу заказать. Тартар из говядины с устрицей, суп куриный бульон с лангустинами, альтернативную карбонару и пиццу Бурата. Точно закажем еще пяток позиций на вот эти вот мастхеф. Добрый день. Точно хочется тартар из говядины с устрицей, потому что его Денис расхвалил, говорит, что говядина с морепродуктом так сочетается. Нужно проверять. Я надеюсь. У вас я смотрю упор на лангустинов, потому что они почти в каждом разделе есть. Пиццу. Тут я думаю, что 2 бы взять, может быть даже 3. Дьявола, В2, чтобы это не значило. Бурату и, может быть, угорь, картофельный крем. Интересная позиция. Ну вот я тоже так понял. Вначале что-нибудь раззадорится, раздразится, чего-нибудь вот задорного кисляка какого-нибудь. Сухого сидра. Какого? Сухого. Сухого сидра. Есть отечественный. А есть импортный? Есть импортный. И что же сейчас более выигрышное для вас? Ну я думаю, отечественного надо поддержать производителя. Давайте поддержим. Я думаю, что это хороший заказ. Надеюсь, что ваше сочетание дикие с лангустинами мне зайдут. Можно же. Если нет, ну ничего страшного, всё поменяете после меня. Сумма какая вообще? 4870. 4870. Ну ничего, ничего. Нужно тратиться, потому что, ну, так как иначе. Как год встретишь, так вы и проведёшь. Сейчас не очень подходит, но в любом случае главное, что я вспомню эту присказку. Что не сделаешь ради хорошей картинки? Опа, всё, не качается. А у нас на столе аперитивчик. Кран номер 13, Apple Core 3XA. Знаете, что я узнал? Что если вы здесь не первый раз, то вам даётся скидка 10%. Поэтому мне вместо 300 пришлось платить 270 за 0,4 вот этого вот дикого сидорового кисляка. Apple Core Wild Hard Cider. Ух, представьте, вы в саду. Июль. Яблоки недозрели. Вы срываете, сжимаете вот так со всей силой. И тот самый кислейший, кислющий аромат врывается вам в нос. Ух, да, да, это сильно. Я надеялся, что будет помягче, но нет. Всё, что в запахе, всё и во вкус передалось. Как аперитив вообще. Самое то, спасибо большое. Спасибо. К брускетке готов, потому что сидорок забористый. Вот его без сахара совершенно, вот такой, какой должен быть в начале, стоит взять. Даже потом зубы немного скрипят. Ты вроде с ним борешься, но хочется раз за разом глотнуть. Ну, слушайте, начало положено. И, кстати говоря, хочется отметить Бердекили. Такая вот милая собачка, стильная. И логотип The Theory of the Big Beer. Хотел перед брускеткой помыть руки. Это у меня получилось. Взял бумажное полотенце, руки вытер и понимаю, что некуда его кинуть. Понятно, что скоро появится здесь где-то ведро, но пока что... Нет, это не то. Пока что его нет. Возьмём с собой. Мне всё разъяснили. Обычно этот ящик выдвинут, и сюда нужно кидать салфетки. Но это, честно говоря, всё равно не очень удобно. Если он выдвинут, то вы можете ногами стукнуться и запнуться. Ну, голь на выдумке хитрая, а мы идём есть брускетто. Брускетто с лангустинами 360 рублей. Бриошь, лангустин, руккола, юдзу и голландес. Выглядит всё симпатично за такую цену. Вообще приятно. Ох, сочно, много соуса, огромные такие вот морепродуктины, кунжут и бриошь. Не очень мягкая, но, надеюсь, справлюсь. Ну, слушайте, это вкусно, сбалансировано и очень классно пожаренный густин. С корочкой, с граммным количеством соли. Не скучно и не резиновый. То есть, вот ты его кусаешь, понимаешь, за что ты платишь. Бриошь, конечно, либо уже чуть подостой, пока мы руки мыли, либо такая есть, но ей бы мягкости, ей бы нежности. Вот слегка деликатной, чтобы она была. Вот так, в целом, за такие деньги в центре Питера адекватно. Мы растянули лангустин на три укуса, и вот сколько булки ещё у нас осталось. И, кстати говоря, внутри сыровато. А здесь кажется, что лангустин поменьше. То есть, поменьше, потому что мы у него даже не попали. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы по два лангустина класть на бриоши. Да, будет дороже, но сбалансирование и богаче, потому что в любом случае мы минимум два укуса делаем просто булки с соусом и с рукой. Причём на укусе, где попадается морепродукт, в целом всё хорошо. Но нужно, конечно, ещё поработать над бриошью. Раздел супы и, опять же, максимально приятная цена. Куриный бульон с лангустинами 390 рублей. Лангустины, куриный бульон, рисовая лапша и желток. Желток у нас вот, зелёное масло, самое модное в этом сезоне, лапша и два вот таких вот здоровяка. Да, это сильно. Естественно, как всегда, пробуем сперва бульон. В аромате очень интересный баланс. Есть морепродуктовая тема и есть отчётливая куриная нота. Во вкусе она же только на уровень повыше. То есть мы чувствуем и лангустина, и курицу. Это всё жирненько, всё настояно, наваристо. Ох, как же это по погоде. Как же приятно горяченького такого вот жирненького, сытненького съесть в конце декабря. Да, суп точно удался уже, это я понимаю, но обзор не заканчивается. Лапши не пожалели. Сварено очень грамотно. Не эльденте, но и неразваренное. А это у нас исполинного вида, легко очищающийся лангустин. Здесь их очень классно готовят. То есть чувствуется, что он и пожарен, и поварен. Мягок, нежен и вкусен. Удивительно. Обычный куриный бульон, но с лангустином уже играет новыми красками. И опять же, не подсказываю, просто это могло стоить дороже, и все бы ели. Раздел «Основные блюда». Альтернативная карбонара 620 рублей. И эта цена довольно основательная. Паста, соус на основе сливочного масла, ферментированный желток и прошутто. Выглядит все, конечно, интересно. Альтернативненько, много прошутто, много пармезана ароматного. И паста в виде то ли цветочков, то ли звездочек, то ли непонятно чего. Знаете, вот а-ля детское меню, когда хочется ребенка к взрослой пище приучить, но через вот такие вот формы. Хочется отдельно бахнуть прошутто, но здесь все большие куски. И вот как-то малыша не захватить. Ножом, что ли, орудовать или весь кусок. Ну, в общем, ладно, я разберусь. Это просто мысли вслух. Начнем с пасты тогда. А вот здесь прям придется пожевать это чисто аль денте. Неплохо, объективно, но просто я небольшой фанат. На, прям вот ты жрешь и жрешь. Хотя перца грамотное количество, и он заискивает и играет на рецепторах. И ферментированный желток очень занятная история. Прям солонущий, но его немного, поэтому это гармонирует. Мы справились с прошуттой. Почему-то у этого куска очень странный привкус. Вот вспомните малину садовую. Вы ее срываете, кусаете и понимаете, что там клоп. Что-то такое неприятное. Что-то такое, как будто лежало. Незначально связано с куском, со мной или в целом, но вот ощущение странное. Я пробовал прошутто, и я в целом знаю, как она на вкус. Дубль два. Вот здесь все хорошо. То ли кусок был с краю, то ли еще что-то. Меня же не могло переглючить, но причины пока я не понимаю. Все-таки для меня блюдо слишком грубое. Не потому что здесь много соли. Ее много, но это, в принципе, адекватно. Это, в принципе, знакомо и ожидаемо. Вот то, что каждый вкус, каждый живок, ты должен с усилием делать. Видимо, для такой альтернативы я пока не дорос. Но соус на основе масла сливочного и перец здесь самые выигрышные ингредиенты. То есть они не филонят. Они себя отдают без остатка. Все остальное, конечно, субъективно, но вызывает вопросы. И главным образом паста сама. Я все понимаю. Альтернатива. Попытка сделать что-то новое. Но лично для меня и лично эта порция неудачная. Первая пицца из раздела, как ни странно, пиццы. Дьявол EV2, 530 рублей. Пепперони, прошутто, брезаола, горчицы из эстрагона. Правильная неаполитанская пицца с небольшими ожогами, что, естественно, допускается и даже приветствуется. Четыре кусочка. Очень такое нежное тесто. Сейчас вот мы так все на один кусочек вместим и попробуем. За ваше здоровье, господа. Здесь прям двойной удар. Во-первых, она горячая. А во-вторых, горчица из эстрагона здесь в достатке. И она не суперзлая, но очень и очень ощутимая. Даже если у вас был насморк, я думаю, что пробьет на ура из-за 1-2 вкуса. Очень здоровский томатный соус. Может, конечно, лучше побольше, но в любом случае то, что есть, это вкусно. И опять я почувствовал тот самый неприятный привкус от парашютто, который был в предыдущем блюде. Я не знаю, с чем связано, но вот относит меня к клопу из малины. Но в целом, конкретно эта пицца довольно сильная позиция и самое главное, что недорогая. И горчица из эстрагона – это очень интересная находка. А это у нас пицца Бурата 520 рублей. Песто, Бурата, вяленый томат. Выглядит все это симпатично и зелено, опять же. Масло, самое модное в этом сезоне. Базилик, агарочки небольшие и много-много песта, видимо, с вяленым томатом перемешано. К разводам на приборах, конечно, придираться не будем, но упомянуть стоит и точно возьмем другой нож. И самое главное – таинство. Мы препарируем нашу Буратку. Ох, я уже вижу, что строчателло просто нежнейшее, свежайшее. И мне понравится 100%. Потому что такая консистенция, такая сочность и нежность не могут меня не порадовать. За ваше здоровье, господа, мои господа. Вот это просто вышка. Обожаю. Но все-таки нужно понять, как эта спица сочетается. Вот так вот сделаем на все кусочки, чтобы у нас было плюс-минус равномерно. Я кайфую от визуала. Буратка, конечно, огонь. Пицца очень легкая, нежная, реально зеленая. И давайте сделаем полноценный вкус с базиликом. Вкусное блюдо. Законченное, но тема вяленых томатов не раскрыта. Они здесь заявлены, и я их вижу, но во вкусе они не ощущаются. Потому что очень все как-то вот ярко, мощно. И места как будто для него вкуса не было. Хотя хочется, чтобы и вот его кислинка была. То ли побольше нужно делать, то ли еще как-то. В общем, в любом случае с насыщенностью томата в этой пицце хорошо бы поиграть. А это у нас кран номер 11. Plag Brew Mead of Satanga. 30-70 рублей за 0,4. Есть отчетливая такая мощная сладость. Но я прочитал, что там 10%. За ваше здоровье, господа. Очень плотная, очень тягучая сладость первой секунды. А до послепнусь и такая вот медовая горчинка. То есть если вы большую ложку меда съели и глотаете, у вас остается, ну, не терпкость, а вот именно медовая горчинка. Интересно. Пьется тяжело, даже точнее грузно. То есть вот вы сели, глотаете, не торопясь, чувствуете и отдыхаете секунд 5, потому что здесь нужно как бы ощущение переварить. Пью под настроение. Не на каждый раз, но на пробу, так сказать, сладкопивкам. То есть есть сладкоежки, а есть сладкопивки. Я думаю, что может зайти. Вообще разные по настроению с первым, потому что там был кисляк, сидор, а тут все-таки такая медовушка. Но постепенно привыкаешь, и следующие глотки уже идут легче. Вы сроднились, вы осели, и можно смело допивать. Вкусно, вкусно. Но опять же, тут на любителей нужно быть немного к этому готовым. Но у них все это легко, особенно если выпьете два бокала. Я думаю, что это выпьете, выпьете два бокала и все. Ну, мне хватило и нескольких глотков. Угу. Понимаю. Вы будете плакать, только не смейтесь. Я бы сделал там, ну, пять глотков, треть выпил. Понимаю, что это сильно. Даже после стольких блюд, вроде как, воносит это дело не так ярко меня накидывать, но что-то... Во-первых, еще хочется. Во-вторых, я смотрю на пиццу, угорь и картофельный крем за 630 рублей с более дурацкой улыбкой, чем обычно. Вы понимаете, что сейчас мы к ней приступим. Состав. Угорь, картофельный крем и красный лук. 630 рублей – это цена уже основательная для пиццы такого размера. Но я понимаю, что здесь угря, если не пожалели, а вроде не пожалели, то довольно адекватно по стоимости. Чувствуется лучок, чувствуется картошечка, и вроде как ничего необычного. Но, напомню, здесь угорь. Пицца с пюре. Что может быть прекрасней? Ну, много чего, но в данном случае это вкусненько. Это основательно. Пока угоря не почувствовал, но в целом, все, что здесь есть. Лучок хрустит, тесто приятно, и деликатный картофельный крем. Ее стоит пробовать, либо если вы знаете, что готовы, либо после пробы классики, потому что все-таки до нее нужно дойти. Да, тесто, лук, картофель. Мы знаем, но вот как угорь с ним не играет. Тут нужно еще смотреть для себя. Здесь очень тонкий баланс. Сытность плюс нежность, плюс морепродукты, плюс пасконность от картошки. Этот эксперимент я считаю очень удачным. И отдельно хочется отметить тесто. Оно константно, качественно, здорово сделано, и красной нитью идет через все пиццы. С ним уже все в порядке, а вот в плане начинки всегда нужно смотреть. Но здесь, опять же, все здорово. Хорошо, знакомо. И хочется опять пригубить, чем я займусь. А это у нас IPA System Overlord 2020. 390 рублей за 0,4. Тут 9,5. Конечно, мы градус понижаем, но в данном случае все идет по плану, как завещал Егор Летов. А вот здесь совсем иное настроение. Если предыдущие медовухи там было сладковато-горьковато, то здесь пьется легче, есть терпкость небольшая, кислиночка отчетливая. И мне кажется, что это быстрее пьется, то есть более питкое. Там ты первые глотки привыкаешь, прорываешься. Здесь ты сразу готов ринуться в бой. И здесь смело можно делать более жадный глоток, более объемный, потому что пиво позволяет. И вот под это больше блюд подойдет. Если под сладком репродукты с опаской пробую, что вот здесь, я думаю, что заходит на ура почти все меню. Пиццы точно, закуски скорее всего, да и супы я думаю, что тоже. Уж не говоря об основных блюдах. У ребят пока десерты разработки, я решил рискнуть и десертнуться тартаром из говядины, устрицы за 520 рублей. Говядина, устрица и копченая сметана. Копченая сметана – моя большая любовь со времен Вкуса нации из Минска. И говорят, что здесь нет никакого жидкого дыма, то есть все по-настоящему. С нее я начнем. Куда же без зеленого масла? Да, аромат, конечно, волшебный. Вот оно. Вот оно. Я, с вашего позволения, еще съем. Очень и очень здорово. И самый главный вопрос. Настолько ли сочетается говядина с устрицей, как говорит дядь Денис? Видим пармезан, зелень, гороховые шарики и, соответственно, мясо с устрицей. Аромат несколько отрезвляет, то есть такой вот резкий. Ну, слушайте, мне кажется, что я зря боялся, потому что и правда сочетание очень такое вот интересное. Оно вроде как и знакомое, и чужое при этом, но манит и влечет. И знаете, что я вам скажу? Даже если вы не любите, ненавидите, терпеть не можете устрицы, то это блюдо может вам зайти, потому что здесь она не главенствует, она не в авангарде. Она вот подтягивает чуть наверх и помогает. Ни в коем случае не забивая вкус мяса и специи и все остальное. Правда, блюдо хорошее, и 520 рублей точно стоит. За вкусовой опыт, за новую палитру и за очень здоровскую находку. Я думаю, что некоторые, может быть, даже и многие рестораны возьмут на вооружение. Правда, здорово? А если еще и со сметанкой вместе, вот так вот. Вот со сметанкой, как говорится, еще более другое дело. Пробуйте вначале. Один сметану, один тартар, а потом вместе, я думаю, что последний вариант вас очарует окончательно. И хочется подумать о жизни. Да, конечно, у меня было три пива до этого, но само все сочетание очень выигрышное, инновационное, кроме для меня. И все здесь хорошо. И вместо десерта сегодня награждаемся краном номер 14, медоварный бисайт, арбуз дыня, 240 рублей за такой вот стакан. Самый сладкий напиток из тех, что есть, как я понял. Насколько я вижу в меню, 5,5% и мне точно хватит. За ваше здоровье, господа. Да, но запах не забываем. О, и правда арбуз с дынькой пересекаясь откликаются наши рецепторы. Компотик, особенно после предыдущих. И тут кажется, что это вообще без градусов, без оборотов, без крепости. Просто морс. Такое ощущение, что долго рассасываешь вон париж, куличу-почум, то есть какую-нибудь карамель. Очень сладко, очень по-детски, но я думаю, что если выпить довольно быстро весь стакан, то точно будет не по-детски. Очень классная тема для дежестива, на ход ноги, то есть ты взял, осушил и можешь идти дальше по улице в темную ночь куда-нибудь еще. Может быть, домой, может быть, продолжать. Как говорили участники квартета И, а хорошо, в ТАП-22 уютно, просторно и по-домашнему. И даже более уютно, чем в баре «Венусь, я все уберу». Ну, давайте самое главное по блюдам. Тартары с говядиной это шик, и это точно стоит пробовать, потому что устрица там на своем месте. Без нее тоже было бы вкусно, но она дает шарм и такую новую свежую струю. Брускетта с лангустинами в целом неплоха, но над самой брускеткой, над бриошью, нужно поработать. И над количеством лангустинов, потому что одного кусочка даже большой креветки по сути не хватает. То есть два укуса у вас точно просто булка с соусом. Куриный бельон с лангустинами это тоже шикарная позиция, безукоризненная, и ее стоит брать тем, кто в целом в баре может съесть суп. К альтернативной карбонаре, которая в чеке альтернативная, много вопросов. Во-первых, это излишняя аль денте на цветочной пасте. Во-вторых, это прошутто, которое нужно проверить, потому что поставщики могут прислать не то, и вот некоторые кусочки этого мяса, они с неприятным привкусом, так скажем. То есть мне не объяснить конкретно, но точно так быть не должно. Пицца дьявола хороша, недорога, но опять же прошутто тут тоже нужно проверить. Пицца с буратой классная, там, конечно, весь балл правит строчателло. Как надо, свежая, сочная и хватает ее на все куски. Инновационная пицца с угром и кротофельным кремом тоже хороша, но ее стоит взять либо вместе с другими, либо тогда, когда вы уже попробуете дьяволу, пепперони и бурату. Что касается напитков, скажу следующее. Каждый может найти для себя то, что под настроение подойдет. Оценивать каждое сейчас нет смысла, но в любом случае я думаю, что и для мужиков, и для тех, кто сомневается, и для девочек все здесь прекрасно. Пробуйте то, что нравится, отмечайте и бильте в следующий раз. Не понравилось, ничего страшного, у всех разные вкусы. Десертное хорошо. Вот таким душевным получился новогодний выпуск, последний в этом году. Надеюсь, вам понравилось, вы вкусно под меня поели и поставили лайк. Лайки, правда, это очень важно. Как бы вам не хотелось некоторым из вас и не было противно, что блогеры клянчат, но, к сожалению, приходится. Чем больше лайков, тем больше рекомендаций. Больше рекомендаций, больше просмотров. Больше просмотров, больше мотивации делать для вас контент. Вы лучше всех. Макс Брант. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин